Что вам рассказать такого, что вы так просто не загуглите? И вот эта тетенька стоит с одной рукой, и он спрашивает, а где твоя вторая рученька? А вот она! Ну и как вы будете бояться того, кого приручили? Мама говорит, я водяное чуть... Это арт-терапевты так работают, если что. С одной все в порядке. Раз-раз, здравствуйте. Всем здравствуйте. Меня зовут Денис Шаповалов. Я буду вам сейчас рассказывать про страхи. И моя задача сегодня... Я так себе поставил такую задачу. Постараться вам рассказать что-то такое неочевидное, что вы, ну скажем так, с краю в интернете не найдете. Потому что сейчас такое поколение Google, которое все может загуглить. И в общем-то с информацией сейчас проблем нет никакой. И вот вопрос. Что вам рассказать такого, что вы так просто не загуглите? Конечно же, что-то из практики, из того, с чем приходится сталкиваться. Значит, я написал здесь свой аккаунт в Instagram для того, чтобы, если вдруг кому-то интересно, я могу скинуть расширенную табличку, которую также не просто нагуглить, может, и вы ее вообще не нагуглите, касательно возрастных страхов. Потому что первое, с чего я хочу начать, с того, что да, такая табличка существует. Существует список возрастных страхов, которые есть у каждого ребенка в процессе его развития и роста. И фишка в том, что эти все возрастные страхи, в общем-то, как вот они написаны в этой табличке, так они могут и проходить. И ничего интересного вы у своего ребенка по страхам не увидите. Вот написано там, что где-то там в районе года, там страх отсутствия мамы. Ну вот вы будете и видеть, мама отошла, он как-то сильно плачет. Вот написано, что там ближе к пятим годам, там 4-5 лет страх смерти. Ну вот подойдет 4-5 лет, вот он начнет рисовать черные рисунки. Подруги будут говорить, ведите к психологу, он черное рисует. Это черное, это черная метка практически. Это какое-то зло пробралось, с него надо вытравить его. Нет, просто есть такой страх, и значит пришло время с ребенком поговорить. А с учетом того, что еще у детей очень классно встроен арт-терапевтический такой механизм внутри, то есть они как будто бы, дети как будто бы, они сами хотят избавляться от своих страхов, как будто их кто-то просит об этом. Вот что-то у них появилось, они начинают там. Может быть кто-то помнит, в детстве были истории про вот эти вот черная-черная комната. И там, и очень было круто где-нибудь в лагере там, да, с фонариком под одеялом там, или там в какой-то темной спальне друг другу рассказывать, и кто-то взвизгивал постоянно в последний момент там. И вот эта тетенька стоит с одной рукой, и он спрашивает, а где твоя вторая рученька? А вот она! И вот это все такие, аааа! Вот. На самом деле, что это такое за вот эти истории? Что это за детские страшилки? Это как раз вот это вот самостоятельное избавление от детских страхов. Когда мы очень много начинаем, ну, всяких страшилок рассказывать, и когда мы смеемся насчет этого, вскрикиваем, и у нас много эмоций, то потом, когда реальный страх какой-то подходит, мы как будто готовы. Ну, как будто нам уже не так страшно. Потому что мы как будто отработали с терапевтом, но это не терапевт был, это была группа детей, да, там, в детском лагере. И вот как будто мы отработали вот эти моменты, и нам не так страшно. Есть еще более жесткий пример, когда... Описан этот пример был, если я не ошибаюсь, в одной замечательной книге Роберта Чалдини «Психология влияния». Значит, был написан пример про то, что в школу где-то в Америке ворвался страшный мужчина, и начал стрелять из автомата во всех, и, по-моему, в конце он даже себя там и убил тоже. И, в общем, его фамилия была Парди. И вот когда этот ужас произошел, потом начали учителя наблюдать то, что дети играли в парди. Вопрос. Зачем? Ну, вы представляете, какой кошмар? Человек ворвался в школу и убил много детей. Дети потом играют в этого человека. Вы логику видите вообще? Неужели вам не страшно? Нет, они просто прорабатывают свой страх. Они говорят, давай ты будешь Парди, давай я буду Парди, ты меня убиваешь. Давай вот он будет, и мы его все побеждаем, и нам всем хорошо. И он как будто напал, а мы как будто выиграли. То есть в результате они начали, дети в большой массе начали, конечно, отрабатывать. Ну и первый мой тезис для вас это то, что страх это страх. Будет все окей, если с ребенком все нормально в плане развития и в плане его отношения, отношения к нему родителей. Ну вот об этом более подробно я скажу в конце. И второй момент, когда страх это не просто страх, а когда страх это серьезная история. И когда вы вынуждены обращаться к специалисту, и вы судорожно начинаете искать к кому обратиться, потому что не очень понятно. Вот, но вы понимаете, что у ребенка появились такие страшные штуки, как, например, энурез. Ну это все знают. Энкапресс, это меньше распространено. Это как вот энурез, только когда недержание кала. И это бывает после такого, после того, что сильный страх, и нужно действительно обращаться. Это когда нервные тики. Это когда невроз. И это когда уже что-то такое, что вам кажется, ну это прям уже на фобию похоже, что ли. И вот тут становится вопрос. Так подождите, ну а что это, таблица возрастных страхов выглядит какой-то ерундой. У нас серьезные проблемы. У нас не так все просто, как в этой таблице написано. Потому что таблица возрастных страхов, она напоминает чем-то карту прививок. Вот вы делаете прививки там по мере того, как вам надо, да, там? Ну и все. Никаких там проблем нет. И вы не боитесь, что прилетит что-то, от чего у вас нет прививки, у вас по календарю все сделано. Вот так таблица страхов. Но случаются вот такие вот сложные ситуации, когда вы понимаете, что просто так, ну не уйти от страха, и это стало проблемой. И проблема эта прежде всего мешает нормальной жизнедеятельности вас и вашего ребенка. И тут вопрос. А кому идти? И самое интересное, кто как работает со страхами. Это, кстати, тоже интересно. Это немножко зависит от вас, кому вы обратитесь. Кто сейчас четко понимает, кому можно пойти, если у ребенка страх? Детский психолог. Да, детский психолог – это такое первое, что бросается в глаза. Мне первое, что бросается в глаза – это арт-терапевт и нейропсихолог. Ну и насчет нейропсихолога я могу вам уже сказать, что все очень понятно мне и, может, уже все понятно вам. Потому что я недавно брал целых два интервью у двух нейропсихологов, у одного киевского и у другого харьковского. Поэтому кто хочет онлайн, может посмотреть, что это за человек, как он работает. И это классный специалист действительно высокого уровня. И второй, тоже специалист высокого уровня, но находится уже в Харькове, они работают со страхом. Как работает со страхом нейропсихолог? Он вычисляет те моменты, которые нужно как раз расслабить. Он больше подходит к страху с точки зрения мышц и с точки зрения головы, с точки зрения мозга. И его работа немножко отличается от работы арт-терапевта. А вот хочется мне вам подробно рассказать немножко, как работает со страхом арт-терапевт для, естественно, какой-то цели. И цель моя, что я уверен, кто-то сможет на каком-то этапе победить эту историю со своим ребенком даже самостоятельно. Значит, когда работает арт-терапевт с ребенком, у которого страх, он действует по трем правилам. И вот с ними у родителей бывает проблема. Первое правило, арт-терапевт принимает то, что у ребенка страх. То есть он не говорит, что то, что ты боишься, это фигня. Ну, это реально фигня, ты что, серьезно боишься зайти в темную комнату? Ну, ты, это наша квартира. Ну, ты вообще, и что там есть такое? Ну, давай, ну, давай, расскажи мне. Мне просто интересно сейчас, что ты будешь там молоть про вот эту комнату. Мы, ну, что там такое? Такое бывает, да. Вот арт-терапевт никогда этого не сделает, он принимает, что страх есть. Да, ты боишься? Окей, ты боишься, ты, ну, я понимаю, да, ты боишься. Второе правило, он очень бережный. То есть вот это вот, что это за фигня, он никогда не скажет. Он работает бережно, и он обеспечивает безопасность, безопасную среду для ребенка. И ребенок чувствует, что вот рядом с этим человеком я могу, в принципе, очень много откровенчить и говорить всякой даже ерунды. Меня поймут, меня примут. И вот в такой благостной обстановке, максимально, да, то есть ребенка приняли, с ним считаются, его реально слышат. И начинается попытка взять этот страх и из головы ребенка, что называется, куда-нибудь выгрузить. Ну, арт-терапевт выгружает этот страх, как вы знаете, на какую-то бумагу или на какой-то стол с песком, да, там, где если песочной терапией кто занимается. И задача потом произвести с этим страхом некие манипуляции. Например, взять этот страх, сделать ему какой-то домик, как-то его назвать, создать этому страху какую-то проблему, которая может этот страх, наоборот, как-то победить. И в результате ребенок начинает с этим страхом какие-то манипуляции. Может быть, даже арт-терапевт предложит, что на какое животное похож твой страх, а давай назовем это животное, а давай мы это животное теперь покормим, чтобы оно стало добрее, какими-то конфетами доброты. Ну и как вы будете бояться того, кого приручили и активно им манипулируете? С точки зрения хозяин вы теперь этого животного к себе прислушаетесь, но легче, да? Когда уже оно твое, ты уже о нем начал как-то заботиться, ты начал уже с ним что-то делать. Вот это делает арт-терапевт. Но в принципе, если вы сможете быть бережными и безопасно устроить безопасную среду и принятие, то в какой-то степени вы можете сделать что-то похожее. Но иногда бывают очень сложные и хитрые моменты. Ну, например, мужчины меня простите, но такой пример в голове остался. Например, папа чувствует, что его как-то не так воспитали. И он думает, что у меня появился шанс, и сейчас я из своего сына сделаю настоящего мужика. А мужики что? Не танцуют, правильно. Мужики не плачут. Мужики такой кремень, что нереальный кремень. Поэтому, если мой ребенок, мой сын намекнет чуть-чуть, что он баба, я просто возьму, дам ремня, из головы дурь выбью, и бабы больше не будет. Он будет реальным мужиком. Потому что я, я, мужик, который воспитываю кого? Мужика. А я не мужик, который воспитываю бабу в штанах. Поэтому я так врежу, что он просто забудет все. Он забудет, чего он боится, забудет, как зовут маму. Потом напомним, ничего страшного. И самое страшное, что я таких пап вижу иногда. Очень-очень редко. Вот это хорошо. Но бывает. Они относятся с позиции силы, что я возьму и силой из тебя выбью всю дурь из головы. А почему папа так делает? Давайте вспомним. Он хочет добра. Он хочет, чтобы сын реально был мужиком. Но вот есть одна проблема. Когда была война во Вьетнаме, и американские солдаты некоторые не выдерживали, и самоубийством прекращали эту войну для себя. Ну, потому что невозможно, когда ты в мокром, у тебя уже там от ног кожа отслаивается, и ты в этих болотах, и вот эта стрельба, и вот эти ловушки, которые вьетнамцы ставят. И вот это вот все. И некоторые парни просто не выдерживали, и они просто вешались там или стрелялись, потому что это нереально. И вот потом, когда война закончилась, провели эксперимент. А что это за солдаты, которые вот так делали? Это как раз ребята, которых растили как настоящих мужиков. Вопрос. А что делали тогда те солдаты, которые попадали в трудные условия и думали, что нам так же тяжело, нам так же плохо, и нам так же, по-моему, будет всем тут капец? Что они делали? Нет, они, ну, они себе что-то объясняли, они себе как-то творчески это все, ну, будет хорошо, все будет нормально, это все ненадолго, это ад, я понимаю. Но, и вот они почему-то их эти мысли спасали, почему-то, и почему-то тем этих мыслей не хватало. И вот подходим и к самому интересному, значит, как же бывает так, что у некоторых детей все идет как по таблице? Почему же вот так вот идет все легко, ну, там какие-то страхи есть, что-то, но это все ерунда. Мы никогда, ребенок вырос, мама говорит, что страхи мы никогда никакому специалисту не ображались, у нас вообще все прекрасно, и у нас все понятно. Вот в каких семьях это происходит? И вообще, что способствует тому, чтобы ребенок вот легко все это проживал, как по таблице, и вообще было все классно? А способствует этому, как ни странно, основные такие вот моменты. Первое. Ну, во-первых, у ребенка есть достаточное в полной мере физическое развитие. Вопрос, как связано? Кто-то из вас сейчас подумал. Дело в том, что когда ребенок растет, у него очень много происходит всяких там гормональных таких вот перенастроек, он постоянно меняется, его размер тела увеличивается, и вот эта вся, как будто бы создается такая дополнительная энергия, которой хорошо бы дать выход. И вот если достаточно присутствует физической нагрузки, то вот этот выход, он постоянно как бы происходит. То есть как бы мы постоянно сбрасываем как бы накопившееся напряжение. Оно не застаивается и не начинает, что называется, бродить. А когда оно начинает, это я очень по-простому говорю, я думаю, вам такая аналогия понятна. А когда он начинает вот бродить, у нас начинается, а может там что-то есть? Да нет, нет там ничего, я отпахал на тренировке, пришел, дай мне попить, поесть, я спать хочу. Какое может там что-то есть? Ну, то есть, понимаете, да, ну так примерно, да? Второй момент, да. А, я думал, у вас вопрос. А второй момент, когда у родителя есть с ребенком очень классный контакт, который, чтобы было максимально кратко, четко описан в книжке «Пять языков любви». Эту книжку всем рекомендую, она очень маленькая, и она очень мало места занимает, если ее скачать в аудио формате, она везде есть. Когда вы разговариваете с ребенком на его языке любви, то есть, ваш ребенок любит там объятия или, например, язык любви, его подарки, ну вот, вы периодически ему и дарите. То машинку, то лего, то маленький самолетик из бумаги, для него это все подарок. Ну, и когда ребенок чувствует, что он нужен, и когда вы проводите с ним много времени лично, то есть, вы реально проводите с ним время. Вот сейчас очень красивая картинка, на самом деле, правда, и мне приятно смотреть, как мамы, папы, семьи, коляски, все такие расслабленные. Это классно, ну, но это, знаете, это в наше время, наверное, как терапия, можно сказать, ну, потому что время быстрое, все занятые, да. Но бывают ситуации, когда ребенок отдается какой-нибудь няне, и бывает хорошо, что няня настолько классная, что она прямо становится ребенку, как мать родная. И тогда бывают проблемы, что родители ревнуют ребенка к няне. Мы очень классную душевную няню подобрали, у нас ребенок ее любит больше, чем нас. Мы, наверное, от нее избавимся. Потому что мы уже не очень понимаем, насколько мы папа и мама. Ну, реально, у него все время там тетя Маша, тетя Маша, тетя Маша, тетя Маша. А что, а где мама, папа, вот это вот я хочу вам рассказать. Она его обнимет, она все, она такая женщина мягкая, она такая вот укроет, все сделает, накормит, поведет, постоянно выслушает, постоянно ему потакает. Тем не менее, как-то дисциплину пытается врулить, непонятно как, неразбалованный. Но она все время с ним согласна, и все так здорово, и все так супер. И мы вообще думаем, зачем нам такая няя? Он уже не очень понимает, он уже иногда ее хочет мамой или папой назвать. Потому что она очень классная. У меня такое бывает на уроках, у меня есть еще немножко вот так вот педагогической практики, детей готовлю к школе. И у меня бывает такое, что приходит ребенок, сидит и такой, мама, я сейчас, или папа, или дедушка. Вот три момента, мама, папа, дедушка. Вот это я бываю, мама, папа, дедушка иногда. И вот они, ну потому что так я веду уроки, я по-другому не могу просто. И дети очень привязываются. И это классно, когда если они так привязаны. Но если они просто такие вот находятся на таком, не в таких идеальных условиях, и ребенок периодически чувствует себя брошенным, начинает шкодить, чтобы мама с папой как-то хоть поругали его, чтобы хоть какой-то контакт был. Потому что и тогда, конечно, у ребенка, да, у него больше вероятности, что у него возникнут какие-то страхи, с которыми вы куда-то будете идти. Очень хорошая еще, ну для меня лично, такая вот аналогия, как говорят про психические разные расстройства. Вот с ними что происходит? Есть, например, достаточно спокойная там обстановка, да, вот в стране. Все хорошо, там нет войны, война там не, скажем так, не намечается. То у людей очень много разных таких расстройств, что им надо очень много ходить к психологу. Ну вот у меня тревоги, мне непонятно. Как вот, что будет, вот, например, если вот завтра в новостях скажут, что в Швейцарии пожар. Я боюсь как-то этого. Серьезно? Да, меня это тревожит, да. Поработайте со мной, у меня такая тревога есть. А еще вот я переживаю, что соседка наша постоянно там выбрасывает из окна там мусор. Постоянно? Не, ну раз в неделю бывает. Ну меня это тревожит. И вот начинается реально, не дай бог, в городе начинается война, заходят войска, заходят танки. Людям вообще не нужен психолог. У них вообще задача четко другая, резко. И все вот эти вот психические проблемы, все снимается как рукой. Вот так вот, бух. А почему, знаете? Потому что реально сейчас есть чем заняться. И вот это реально есть чем заняться. Это просто жизненно важно. И сейчас только этим надо заниматься. Потому что это прям вот, прям вот оно единственное, что нас интересует. Всех вдруг резко с этой секунды. И вот как это связано с детскими страхами. Это я про то, что когда ребенок получает нормальный контакт с родителями, когда у него есть нормальное физическое развитие, а он растет и ему нужно оно периодически, он как бы постоянно вот в этой движухе. Точно так же, как мы в этой движухе становимся, если вдруг, не дай бог, началась война. Мы резко в движухе. Все причем. И причем эта движуха, она у всех примерно одинаковая. Надо спастись, надо решать, надо бежать, надо брать машину, надо, если нет машины, заводить друзьям, у которых есть машина. Очень все понятно. Алгоритм прям супер понятный. И вот, когда войны нет, вот такие вот обращения к психологу. Некоторые психологи даже делятся смешными обращениями друг к другу. Что у тебя было самое смешное? Ну и вот там такое может проскочить. Как вот соседка выбрасывала из окна, иногда, очень редко, прямо сильно редко, но я как-то тревожусь. Мне реально. Нет, ну это я так смешно говорю, вроде как я надсмехаюсь. На самом деле я это говорю, потому что я так это привожу в пример. Когда такой клиент приходит, никакой психолог над таким клиентом не смеется. Он его обеспечивает так же, как и тот психолог, который работает со страхами. Принятие раз, безопасность два, и понимание того, что это все правда, это все реально, все, что ты говоришь. Потому что это реально тебя тревожит, и человек, и взрослый в такой безопасной обстановке может очень классно с вами, с психологом поработать тогда только. То есть человек не будет сидеть на приеме и думать, ой-ой-ой, как это все тут, все тут не очень хорошо. Значит, касательно, еще немножко вернусь к специалистам, которым нужно ходить. Я начал в этом году брать интервью у специалистов сильных и интересных, которые могут понадобиться вам в разное время вашей жизни. И эти интервью все у меня есть вот в этом вот аккаунте, в инстаграме. Ну, если там интервью сильно большие, там есть ссылка на YouTube. Ну, в общем, рекомендую вам, потому что, конечно, я стараюсь больше взять наших харьковчан. Ну, потому что я живу в Харькове, и потому что вот так вот, встретившись с вами, могу вам сказать, что у нас есть классные такие люди, интересные специалисты. Вот. Значит, по детским страхам у меня в основном все. Еще напоследок хочу вам сказать, что, наверное, среди вас точно есть, всегда есть точно кто-то, кто захочет, а почитать что-нибудь, если вдруг. И есть одна книжка, которую, в принципе, которой вам точно, говорю, будет достаточно. Это автор, я напишу здесь, вдруг кому понадобится, Александр Иванович Захаров. Она называется «Дневные и ночные страхи детей». Ну, я напишу «Дневные и ночные страхи». Эта книга читается легко, и даже если вы не специалист, не психолог, вы все равно сможете ее прочитать, и все вы там очень хорошо поймете, если вдруг вам захочется. И напоминаю, что если кто-то захочет расширенную версию таблички вот этих вот возрастных страхов, просто подпишитесь на меня, и мне в директ, там, черпните, я вам обязательно пришлю ее. Она просто большая, и я ее решил вот так вот, в таком варианте, если что, вам прислать. У меня все. Есть ли какие-то вопросы? Прошу. Пожалуйста, как понять, что с страхом нужно работать уже с сих пор? Как понять? Вы должны увидеть, что есть что-то такое, что что-то случилось такое, которое уже мешает вам жить. Вообще, с психикой так. Почему? Потому что страх, который безопасный страх, это где-то 3-4 недели. 3-4 недели он прошел. Ну, например, вы поставили ребенку, как я в свое время с радостью, наконец-то мой сын дорос, и мы с ним посмотрим «Звездных войнов». Это же круто! Папа с сыном вместе! Классно! Но один персонаж просто поверг его в ужас. Это, кто знает «Звездные войны», тот, наверное, подумает, что я должен назвать этого персонажа. Это был Дарт Молл. Потому что кто не знает, тому все равно. А кто знает, там будет интересно. Вот я бы сидел, мне бы точно был интересен, какой персонаж. Он был красный и с рогами, и он убил Оби-Вана. Это отдельная трагедия, но так случилось, к сожалению. И вот он очень испугался этого Дарт Молла, потому что как-то его так классно показали, и вот он прям впал. Так вот, это все такое, это все заканчивающаяся история. Вот обычно 3-4 недели. Если начинается вот эта какая-то физиологическая реакция, тогда мы, например, ребенка тот же самый энурез, энкопресс, тики, да, например. Мы все не хотим, чтобы нам попалась в рыбе какая-то страшная косточка такая, из позвоночника такая, которую бы мы проглотили, и нас бы на скорой забрали ее вытаскивать. Никто же не хочет. Но есть люди, которые, в принципе, боятся есть еду, потому что еду готовят на кухне, а рыбу готовят где? Видимо, там же. Мало ли, как оно там с кем встретится. И вот если человек вообще еду не хочет есть, надо идти к специалисту. А если он медленно ест рыбу и избирательно очень присматривается, не надо. Вот, в принципе, маркер такой. Да, да. Я тоже. Вообще, ну, мы просто осторожничаем. Был неприятный опыт детства. Ага. Вот так, вы вот говорили по поводу людей, которые приходят в голову и боятся, что раз в неделю бросают. Да, да, да. Давайте представим, кто-то из людей таких сейчас здесь присутствует и вас сущего. Да. Представьте, когда у них психотравма еще есть, в основном напрягает. Может ли напрягать? Может ли меня напряг, что у них есть психотравма? Ну, они сейчас будут, и будут считать вас очень плохими человеками. Да, будут. Да, меня это вообще никак не напрягает, потому что всегда ехают с такими людьми. Да. Да, да, да. Если в два с половиной года боится воды ребенок, то я даже бы с вам бы сейчас не стал бы насчет возрастной или нет, я бы больше бы стал бы с ним наливать воду в стакан, переливать из стакана в стакан. Потом из стакана в ведро. Потом мы поливаем какие-то растения. Потом мы поливаем маму. И мама говорит, я водяное чудище. Это арт-терапевты так работают. Здесь все что? Со мной все в порядке. Я водяное чудище. Ты можешь меня победить, если ты брызнешь на меня вот этим поводом. Бабах. А потом вы говорите, но у меня есть идея. Давай водяным чудищем побудешь ты. Но только после того, как два-три раза сыграли и как вы услышали невероятный визг и радость вашего ребенка, который вас обливает и кричит «Мама, тебе хана!». Вот когда вы это почувствовали, что он в кураж вошел, то есть его взаимодействие с водой на вас входит в кураж. И тогда вы понимаете, что близок тот момент, когда он захочет в этой игре поменять правила. Почему он захочет поменять правила? Потому что эта игра однообразная. Я маму поливаю, поливаю и что, как бы, ну, надо что-то поменять. Оно уже надоело тебе поливать. Ты уже мокрая вся. Давай папу. Ну папу, ладно, еще папу пополиваем. Но потом как-то, ну, вот это можно сделать. И через это просто переступить без проблем. Вот вообще такие штуки, вот такие зацепки, как боится воды, вот это вот примерно вот такая технология с ним. Да. И сейчас могут быть здесь люди, которые когда-то тонули. И при разговоре за воду сейчас с ними такое происходит, что они встали и ушли. Да, да. Да. Девять лет ребенку, вышел из школы и не увидел папу. И теперь ему страшно. И теперь... Да, конечно. Ну да, вот этот вот момент, который можно, опять же, двумя способами действовать. С одной стороны, вышел ребенок из школы, папу не увидел, и это застряло, говоря простым языком, настолько, что и да, можно действительно с этим идти к арт-терапевту, и он поможет. Можно с этим идти к нейропсихологу. Потому что, по сути, вот нейропсихолог скажет следующее. Вот арт-терапевты поняли, примерно, да, как работает. Он начнет рисовать там, ну и все, потом закончится это. А нейропсихолог скажет следующее, что когда он вышел, увидел папу, у него мышцы внутри сделали вот так вот примерно, показывая всем телом. Опа! И они зажаты. И они вот как бы раз, и он уже вот так вот. Задача сделать некоторые упражнения и поработать так, чтобы они стали вот такими обратно, как бы похожими, резиновыми, эластичными, и сделать. Самостоятельно вы можете с этим поработать через интересные задания. То есть, например, смотри, сын, да? Например, можешь сказать, сын, смотри, ты сейчас попробуешь сделать такое приключение. Ты обходишь вокруг дома и, например, там что-то приносишь или что-то. И все это будет выглядеть, как попытки сделать маленькие такие шажки, где он будет по чуть-чуть отдаляться, потом их увеличивать. Если не хочется или не... Можно пойти действительно к арт-терапевту и без проблем. Само это может и не уйти, да. Само может не уйти, да. Потому что была травмирующая ситуация и неизвестно, ее степень просто непонятна. То есть, она сильная или она надолго или ненадолго. Тем более, знаете, еще как можно понять? Вот если, например, папа, ребенок выходит из школы, ну, допустим, и увидел там папу. Завтра, допустим, это произойдет, да? Если он просто волнуется, например, начинает звонить маме, то это одно. Если у него какая-то идет там физиологическая реакция, ему становится там плохо, у него начинает болеть голова или начинает болеть живот, и он уходит в школу и просит позвонить, то, конечно, все еще не так плохо. И можно вот таким методом маленьких шажков двигаться. Да, вполне, да. То есть, всегда принцип такой. Мы берем то, что страшно, и пытаемся начать с ним как-то взаимодействовать с разных сторон, но никогда не напрямую, потому что напрямую это лоб в лоб. Это все, что вы приходите ко мне на консультацию, и я вам говорю, так а вы же не в растениях, что вы хотите. И дети ваши такие будут. Вам же капец. Ну, вот так никто никогда не скажет, правильно? Ну, потому что это очень небережно, небезопасно, и это вообще ужасно. Вы просто после этого выйдете, то, что вы там про меня что расскажете, это ладно, но вы такие эмоции словите, у вас такие чувства одолеют, что вы потом будете после этого где-то отхаживаться к другому нормальному человеку. Поэтому нормальные психологи так не делают. Они не говорят диагноз в лоб первый раз, когда ты пришел. Да, там пришел-то вчера. Вот вы знаете, у меня ребенок неровно складывает кровать, одеяло, и подушку ровно не кладет. Что? Да я чувствую, здесь попахивает нарциссическим расстройством, да, и как пошел там. Так может у вас еще это, может вы еще на парковку не становитесь, если не можете стать параллельно линиям. Может вы еще это, может вы еще то. Все, идите. Никто так не говорит. И так же точно со страхами. Мы берем аккуратно, бережно и начинаем взаимодействовать и приближать. В гештальт-подходе интересно работают еще с фобиями. Когда человек приходит, например, и говорит, женщина однажды вот сказала похожую историю, прям рассказала на своем примере. Я боялась летать самолетов, но у меня все закончилось тогда, когда я прочитала большой учебник пилотов. Вопрос, что произошло с женщиной на каком-то конструктивном языке, вот, ну, фактически. То есть человек боится летать, а потом он берет, читает большой учебник пилотов. Вопрос, что произошло? Ну, она фактически, ну, понимаете, что учебник, во-первых, большой. Читать его, это надо прямо углубиться и сильно погрузиться в вопрос. Ну, получается, женщина сделала своим увлечением авиацию на некоторое время. А когда ты увлекаешься авиацией, видимо, тебе уже и полетать хочется. Ты много знаешь очень подробностей. Ты нарастил в голове вот такой вот объем информации, которую уже у тебя есть насчет того, как это круто, как это продумано, какая там классная статистика хуже, чем с машинами в плане ДТП и всяких вот таких вот. Ты уже вот сколько. И, конечно, уже раз, и я хочу полетать. Ну, вот примерно вот такая происходит история с фобиями. То есть задача нарастить вот этот вот внутри себя информационный блок. Есть такой у нас доктор Андрей Курпатов, он говорит, доминанта. Вот эта доминанта, она должна вырасти большая по поводу того, что самолет — это круто. Давайте последний вопрос, а то там уже закончено. В 2004 года в последнее время стал бояться отражения. Но не в зеркале, а украшенное стекло. Своего отражения, да? Ну, своего, любого. Вот он боится зайти в комнату, где сам взять игрушку, если напротив будет отражение. Ага. Помимо телевизора, вот этого. Ну да, если ребенок боится отражения своего, конечно, здесь арт-терапия просто с распростертыми объятиями примет. И арт-терапевт будет очень долго играться на тему того, что как это классно, разноцветные стеклышки. Ты отражаешься и в бусах, ты отражаешься в машинах, ты отражаешься в витринах. И ты идешь, и все у тебя прекрасно, и это... Он рядом со мной, он покривляется в этой комнате? Покривляется, да. И зайдет со мной в комнату, хотя бы если бы я стояла в верном проеме. Но именно чтобы сам прошел, для него это не надо быстро вернуть. Последний вопрос, я сейчас не вопрос. Ну вот поэтому, да, поэтому это ситуативно. Так получилось, что он с вами. А арт-терапевт, если вы пойдете, он сделает специально как бы терапию тем, что мы случайно оказываемся в ситуации, и мы, оказавшись, начинаем наслаждаться этой ситуацией. Смотри, ты знаешь, что ты сейчас стоишь и отражаешься в 50 разных штуках. Смотри, очки, оправа очков, мои бусы, мои сережки, окна, компьютер, телефон. Ты вообще везде отражаешься, тебя много, ты везде. И он тогда начнет кайфовать от того, что его много, он везде. И он будет потом ловить радость от того, что это. Принцип работы такой. Все, спасибо большое вам всем. Спасибо.